Здравствуйте, друзья! В апреле мы отмечаем день рождения великого сказочника Ганса Кристиана Андерсена. В этом году исполнилось 215 лет со дня рождения автора. А что это за предмет, который я держу в руках? Всем известная игрушка из детства – калейдоскоп. Когда мы его крутим, то в нем появляются разные узоры и стеклышек. Одни узоры сменяются другими. И сегодня сказочный калейдоскоп поможет нам отправиться в путешествие по сказкам Ганса Кристиана Андерсена. Что показывает нам калейдоскоп? Я вижу, что родился он в Дании. Когда Андерсен был еще ребенком, он очень любил мечтать и фантазировать. А вы знали, что автор написал более 170 сказок? Он написал свои сказки очень быстро. За два дня он мог написать самую большую сказку. В возрасте 14 лет Ганс решил уехать из дома в Копенгаген. И когда мама спросила у сына, почему он решил уехать, сын ответил, чтобы стать знаменитым. Но оказывается, Андерсен не сразу стал сказочником, а вначале мечтал стать актером. Я вижу, что с детства Ганс увлекался угольным театром. С детства Андерсен умел вырезать из бумаги разные фигуры. Лист бумаги превращался у него в старую ведьму, изящную балерину. И сразу же рождались и сказки об этих фигурках. Друзья, и вы можете создать свой бумажный театр на основе сказок Андерсена. И разыграть эти сказки в семейном кругу. Сейчас я снова смотрю в калейдоскоп и вижу, вы не поверите, памятник русалочки в порту города Копенгагена в Дании. Вес этого памятника 175 килограмм, а открыли его 23 августа 1913 года. А сейчас я снова покручу в калейдоскоп и вижу героя сказки. Он так любил наряжаться, что тратил на это все свои сбережения. На каждый час у него было свое особое платье. Вы узнали, кто это? Да, совершенно верно. Это король из сказки «Новая в Ате Короля». И вот, снова калейдоскоп у меня в руках. И я вижу следующего героя. Он некрасив, но у него доброе сердце и плавает он не хуже, смею сказать, даже лучше других. Я думаю, что он вырастет и похорошеет или станет со временем поменьше. Вы узнали, кто это? Да, конечно, это гадкий утенок. Друзья, а вы знали, что писатель очень любил путешествовать? Он объездил почти всю Европу, посетил более 30 стран. В честь знаменитого писателя Гарса Христиана Андерсона была учреждена премия. Ее вручают один раз в два года талантливым детским писателям и художникам-иллюстраторам. Именно 2 апреля – день рождения писателя. Ежегодно 2 апреля во всем мире отмечают Международный день детской книги. В сказках Андерсона есть все, что должно быть в жизни человека. Это доброта и сочувствие, любовь к людям, умение ценить дружбу и верность. И в наше время сказки Андерсона увлекательны, интересны и познавательны не только для детей, но и для взрослых. Друзья, читайте сказки Ганса Христиана Андерсона.